Привет, выжившие! В этом видео поговорим об игре Tron and Liberty и о том, как в нее можно поиграть. Игра создана разработчиками NCSoft, известными по легендарной MMORPG Lineage 2. Если вам интересно, как зайти в игру, оставайтесь с нами и не забывайте прожимать лайк. Они все еще бесплатны. На данный момент доступны два региона серверов. Это Korea и Amazon. У Кореи есть локальные и глобальные серверы. Насколько мне известно, и те, и те находятся физически в Корее. И пинг составляет от 150 до 250 миллисекунд. Амазоновские серверы, у них значительно лучше пинг, порядка 30-50 миллисекунд, в зависимости от вашей локации и провайдера. Начнем с первого варианта, с корейских серверов. Для того, чтобы поиграть на корейских серверах, переходим по ссылке tl.plaync.com. В правом верхнем углу будет кнопка «Скачать». Нас перекинет на страницу скачивания лаунчера PurplePC. Скачиваем этот лаунчер. Непосредственно в этом лаунчере можно установить Tron & Liberty на ваш компьютер. Тут же на сайте регистрируемся. Регистрацию можно произвести по номеру телефона. После регистрации придется пройти непростую капчу с множественным картинок. Затем вам будет отправлено смс на указанный номер. Зарегистрируется можно только на номера определенных стран. Уточните, какие именно поддерживаются. Также для входа вам понадобится программа LogoFast, чтобы подключиться к корейским серверам. После первой регистрации можете зайти в аккаунт на сайт, либо через Purple и подключить двухфакторную аутентификацию через предложенные программы на мобильном телефоне. Тогда у вас не будет каждый раз спрашивать смс. В данном способе стоит отметить, что в случае выбора неправильного капчи, и когда вы нажимаете «Подтвердить», программа Purple засчитывает это как попытку отправки смс, и там лимитированное количество попыток. То есть банально, если несколько раз вести неправильно, уходит в блок минут на 30, нужно будет ждать. С первым входом могут возникнуть танцы с бубном. Ну, на этом о первом способе мы закончили. Переходим ко второму способу. Это глобальные серверы Amazon. Для игры на глобальных серверах вам обязательно понадобится LogoFast. Теме эту игру нельзя найти, закрыто для нашего региона. Для этого что делаем? Запускаем LogoFast, выбираем Throne and Liberty, выбираем сервер. При выборе сервера я указал европейский регион в Франкфурте. 1.79 у меня лучший пинг с этим сервером. Вы можете выбрать какой-нибудь европейский, с которым у вас лучший пинг. После выбора нажимаете «Ускорить». Здесь появится отчет времени. Далее открываем браузер, открываем SteamDB. В SteamDB ищем игру, ее ID 2429640. Также при наведении вы увидите, что паблишер Amazon Games, разработчика NCSoft. Собственно, она нам и нужна. Открываем и жмем «Установить». «Install». Нас перебросит на наш Steam, в котором начнется загрузка. В моем случае я уже установил эту игру. Она отображается у меня в аккаунте. Но заходить я буду не через Steam. Заходить мы будем точно так же через LogoFast, чтобы не забывать устанавливать предварительно подключение. Потому что есть риск быть забаненными. Пару слов о программе LogoFast. LogoFast это программа, которая позволяет устанавливать безопасное подключение к Steam, к различным играм. Кроме того, у нее есть опция увеличения FPS при ускорении игры. А также инструмент перевода одним кликом. Нажимаем инструмент перевода. Выбираем русский язык. Теперь при запуске игры игра будет переведена на русский. У меня есть для вас скидка 30% на любые виды подписок. К примеру, выбираем 6 месяцев. Вводим код скидки EasyGamer. Жмем «Активировать». И видим сумму скидки. Для новых пользователей ссылка на скачивание будет в описании. Для существующих можете сразу использовать этот код. Скажу на примере Tronon Liberty. Чтобы установить безопасное подключение с лучшим FPS, жмем кнопку «Ускорение». Тестировал на корейских серверах Tronon Liberty. Реально работает. Позволяет избавиться от рассинхрона, от откатов. С другими серверами не пробовал. Напишите в комментариях про свой опыт ее использования. Видим, что установилось подключение 33 миллисекунды. После этого жмем «Запуск игры» и наслаждаемся. Вот список доступных серверов на Амазоне. Порядка 40. Можно выбирать, какой хотите. Можно выбирать время. Мы видим в каждом регионах у амазоновских серверов 5. Для Европы порядка 40 серверов. Так что места хватит для всех. Выбираем персонажа. Нажмем «Начать играть». Видим, что у нас квестовые задания переведены. Меню. Перевод работает. Может, он непосредственно, но он есть. Я выбрал сервер Vortex и был удивлен. Количество русскоязычных игроков. Тут такое впечатление, что это не амазоновские сервера наши. Если интересно посмотреть прохождение либо гайды по Throne and Liberty, отпишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, а на этом все. Как всегда, коротко о главном. С вами был Изи Артгеймер. Удачи в путешествиях. Всем пока.